а здрасте всем привет уленькие друзья у нас золотой колос продолжается третий сезон третья вроде как серия если я правильно считаю и в общем то друзья чё я сделал за кадром а то знаете ли пока я тут шел посев которого я оставил в конце прошлой серии мне тут было нечего делать и я немножко поигрался значит смотрите во первых друзья я заказал стройку ангара третий нам агентстве в 8 утра по моему или в 9 сюда приедут рабочие и будут здесь все строить привез я вот три контейнера есть контейнеры заполнены два из них заполнены по 30 кубов стройматериалами и в одном из них лежит брус поправили вот эту вот херню что не выгружалась дерево на мебельную фабрику соответственно я его туда выгрузил у нас появился там брус 22 куба получилось в прицепе там по 20 что-то около 30 короче кубов было древесины как-то непонятно она распределилась брус щипа подробитель вроде выключен был непонятно как-то получилось ну ладно я не обратил внимание на самом деле сколько там получилось но щипы и и бруса как-то почти 50 на 50 получилось ну ладно это все неважно в общем то сегодня мы туда еще немножко закинем наверно контейнером потом эти уберем когда стройка начнется но и разумеется пришлось мне технику отсюда выгнать чтобы она не мешала правду был только плука и вон три комбайна там стояли короче сделаем ангар все будет у нас по красоте все будет классно также друзья вот отсюда я убрал контейнеры оранжевые я их переставил на наши заводы единственное вот в этом еще лежат комплектующие я почему-то вот их забыл отсюда выгрузить перегрузить другой контейнер но да ладно я короче их отправил все на заводы они там стоят съездил закупил комплектующий поэтому они полностью там стоят и эта проблема решена пользоваться друзья мы будем все-таки вот этими вот контейнерами у нас их есть четыре штуки я возьму к ним трактора еще и еще кое-что возьмем потом ну и друзья насчет леса в общем-то залез я сейчас перед тем как играть в сейф 97 процентов выросли деревья шестая стадия то есть они еще вырастут через три процента 7 стадия у них будет это будет довольно скоро и тогда мы начнем все это дело пилить я думаю до 9 часов утра это все дело вырастет тогда же мы это дело спилим и отвезем на мебельную фабрику да ну и друзья на полях что у нас на полях на полях у нас везде созрела пшеница кроме десятого поля на котором созрел у нас лен созрел же он созрел и свекла у нас здесь тоже она созрела соответственно свеклу собираем на этот самый на мебельные полна мебельный на в сахарный завод лен у нас пойдет на производство сухой соломы да кстати тюки с прошлого раза я все продал может быть даже можем посмотреть сколько у меня выручка было за это дело да уже сколько расходов доходы от продажи урожая всего лишь 342 тысячи это за раз стюков было видимо их сейчас будет не так много появляться но да ладно а может быть кстати и ценник просядет со временем что называется давайте посмотрим нет ценник не просил именно сам выхлоп просил ну понятно правильно если ценник понижать то надо еще понижайте на ткань ценник и так далее короче соломы тоже соберем и ближе к 10 утра и и повезем на продажу но сейчас погнали собирать урожай и тогда первым друзья в работу уходит у нас кейс он будет отделять здесь соломку лен потому что на этом поле сам больше работы еще потом соломой поэтому давай дружище ты первый 2 комбайна мы отправляем на 4 5 поле но сначала он должен съездить заправиться потому что у него закончилось топливо с этим в общем то тоже понятно вот этого товарища мы отправляем на 11 поле генерируем его маршрутик на этом самом одиннадцатом поле и отправляем его эту самую свеклу убирать давай друг есть у тебя тоже все получится далее друзья распределяем еще и грузовики потому что у нас их 33 комбайна работает и в принципе это нормальная такая ситуация вот этот ман у нас зерновоз отправляется на 10 поле будет работать с этим со льном этот лен он будет отвозить на базу так что давай дружище у тебя все получится наверно надеюсь да получится получится замечательно далее красный грузовичок надо их на дорогу выводить я все никак не соберусь им сделать парковочные места но когда уже будет у нас готов ангар я там что-нибудь придумаю что-нибудь сделаю так вот ты дружище красный у нас будешь работать знаешь с кем на поле 45 ты поедешь и будешь ездить на мельницу отвозить туда пшеничку давай друг ехай ну и последнего нашего черного товарища вот этого тоже подведем сейчас к дороге тут ясное дело он у нас будет работать со свекольником вся техника кстати чистенькая как вы любите у тебя друг будет поле 11 овощи выгрузка все давайте друзья работайте у вас все получится все будет нормально да я знаю далее друзья разбираемся еще с нашими тепличками во первых у нас на тепличках уже все созрело соответственно мы закидываем сюда удобрение остается еще 5 300 еще на три дня хватит а тут у нас 99 процентов на северном но ничего сейчас короче с ними тоже поразвлекаемся на восточном у нас клубничка растет поэтому я уже сюда пригнал нашего урала сейчас мы сюда загрузим поддоны с рассадой и все будет у нас четенько да на северном получилось так что загруженные не только там огурцы но и баклажаны то есть как-то в перемешку все получилось но ничего страшного я уже говорил что в этом ничего плохого не будет в общем то есть садить эти самые есть садить клубнику потом вернешься заберешь он тебе поддон и они там тоже в перемешку лежат он на северном видите баклажаны баклажаны огурцы баклажаны короче в перемешку ничего значит сейчас будет с точностью наоборот все равно будет по 7 теплиц и от того и по 7 теплиц другого ничего страшного ну и последние друзья интересное хотя не знаю насчет последнее не последнее или интересно не интересное по заводам что у нас происходит значит смотрите на мельнице все линии выключены по ресурсам все везде прекрасно но крупа рушка еще так себе ресурс станет меньше 50 процентов прокачаем на 50 процентов выполним ремонт это не проблема пока она стояла там до то оставалось 26 часов но я решил выполнить это тоже почему бы и нет включаем мукомольную линию как только туда приедет пшеница она сразу же запустится всю пшеницу будем делать на муку да и в принципе наверное будем ее сразу же фасовать или не будем а будем делаем фасованную на продажу заработаем денег правильно ну и в общем то как бы и все все в работе уборка запустилась встретимся друзья чутка попозже 8 58 утра друзья у нас скоро запустятся заводы и в общем то давайте посмотрим что у нас произошло за последнее время за последние полтора часа на самом деле ничего особенно поле 45 убралась и уже даже удобрена один раз самолетик а после этого этот комбайн я перенес на поле 67 но случилось это недавно потому что грузовик ездит отвозить все это дело на мельницу сразу же из-за этого происходит простой комбайна в общем то можно было бы это сначала на базу все отвести быстрее бы убралась но знаете я никуда не тороплюсь поэтому пускай ездит сразу на мельницу тут поле только начало убираться в общем то тут еще надолго далее следующее поле у нас тоже убирается и тут уже почти закончилась уборка только что-то они тут начали ерепениться но ничего сейчас разберемся с ними отсюда тоже все свозится сразу на мельницу поэтому все хорошо далее поле со льном я его убрал переворошил и сейчас тут ездит трактор который все это дело у нас волкует после того как он закончит отправим тюковаться ну и последнее поле которое она собиралась 11 здесь у нас была свеклка свеклка тоже вся убрана поле неудобрено кстати давайте-ка это исправим это недоразумение самолетик вызываем а он его удобрит тоже все будет нормал да далее друзья наша база тут в общем то у нас запустилась стройка наверное можно даже посмотреть в каком состоянии она находится ангар для техники 20 процентов уже выполнена то есть 20 процентов в час она выполняется вот необходимые стройматериалы которые сюда привез они кстати уже выгрузились поэтому эти контейнеры можно будет отсюда убрать и скоро мы это сделаем на самом деле друзья я не запускал культивацию вот это вот все сразу потому что что-то багается курсплей если запустить 15 единиц техники сразу а это между прочим не очень круто когда он багается поэтому мы никуда не торопимся пускай все это планомерно размере на все убирается делается час еще комбайн освободиться тоже 2 единицы техники с курсплея мы снимем и соответственно можно будет дальше продолжать развлекаться мы погнали на ферму посмотрим что у нас со свеклой потому что 9 утра стрельнуло можно будет и завод запустить сахарный наш а свеклы собралась я вам скажу довольно таки много вот она вот этот все лежит это свекла вот здесь у нас картошечкой лежит надо от нее избавиться на я перестал эти контракты делать так вот с 11 поля друзья мы собрали 500 кубов свеклы и знаете что я подумал следующий посев мы сделаем свеклу на все поля место у нас на нее в принципе есть 2 миллиона 700 кубов можно сюда вывести точнее 2 миллиона 700 тысяч литров и плюс еще 3 миллиона 600 тысяч литров можно на сахарный завод это все дело отвести поэтому засеем все свеклу и сделаем себе запас прям надолго и не будем упарываться в свеклу по моему можно в принципе один раз этим поразвлекаться тем более уборка будет идти долго а именно после следующего посева у нас такое скажем так сутки под парами когда мы выстраиваем график и опять его приближаем к утру плюс еще продажами всякими следующий раз будем заниматься не сегодня так что да будет весело я я может быть конечно об этом пожалею когда вот эти вот все особенно четвертое поле четвертое и пятое поле свеклу у нас будет все это убирать но знаете на данный момент у меня в голове именно такие идеи крутятся в общем-то 95 905 у нас сейчас на часах давайте-ка вот этого вот товарища мы отправим возить свеклу на сахарный завод давай дружище это как раз чистый едь когда надо будет съездить на заправку ты съездишь короче отвози запускай завод и пускай нам делается сахар но и друзья я тут примерно прикинул нам нужно 11 кубов семян свеклы на то чтобы засадить все поля а на складе семян у нас десять с половиной кубов как по мне это меньше чем нужно поэтому давайте мы отправим нашего урала съездить один раз за семенами свеклы сделаем тебе дружище автогруз из садового центра тебе надо будет загрузить семена свеклы один раз и точно такое же задание делаем ему на выгрузку два задания у него до на выгрузку в склад один раз мы ему говорим съездить туда и в общем-то он съездит заберет и и станет потом обратно далее друзья отправляем работать товарища который будет все это делать у кого-то у нас будет делать продолжать фиатик он у нас волковал у нас ворошил короче пускай идет работает у него тут с топляком есть небольшой напряг но я думаю что он как раз сейчас должен будет сгонять на заправочку и заправиться как он не едет самое главное ведь какой косяк маршрут у него остается тот же самый я его не сбрасывал который с волковалки ну в принципе это логично но наверно 10 литров 10 процентов до топлива когда у него остается тогда он едет на заправку ну ладно короче едь тогда развлекайся хотя неплохо было бы если бы ты прямо сейчас вот съездил заправился бы поехал работать жалко вот нет кнопки на автодрайве сначала его принудительно на заправку отправить мне кажется это было бы полезно как вы считаете а далее друзья отправляем тогда работать культиваторы потому что вроде как много техники освободилось у нас оба комбайна маны которые с ним работали правда один свеклу возит ну да ладно в общем то отправляем работать культиватор который четвертое и пятое поле поедет культивировать далее на шестом у нас тут ну идет потихонечку все помаленечку и друзья надо еще один культиватор отправить который будет культивировать 11 поле потому что 11 поле у нас после свеклы разумеется требует вспашку а если требуется вспашка то это нужен чизель культиватор там в принципе поле не такое большой я думаю это трактор 1 справится намного быстрее чем произойдет посев всего что находится слева от 11 поля то есть вот эти поля так что вот такой вот у тебя маршрут у тебя тоже кстати не очень много топлива но если чё съездишь заправишься я знаю ты умеешь поле 11 со стартовой точки курс play погнал для разгрузки наполнения парковки его кстати водитель на фиатике прибыл к поле номер 10 он когда туда доехал сразу же сообразил что пляка ему ни хрена на работу не хватит поехал заправляться поэтому вот уже 20 минут прошло он еще не заправился погнали к этому товарищу выставим мана который на фоллоуме будет за ним ездить и собирать за ним тюки которые тот будет выплевывать прошлой уборки мы уже помним что здесь было около ста тюков в сумме в общем-то man объем потом не знаю какой-нибудь другой прицеп то ли урала то ли есть у нас же еще и для тюков для трактора специальный прицепчик такой тоже классненький мне нравится может быть его поставим заполняться посмотрим сейчас главное вот этот ман они пускай работают вдвоем есть у нас еще одна интересная задачка так дружище давай погнал все все будет нормально внизу с вроде как полос 5 я ему по кругу ставил то есть он потом даже сможет разворачиваться не ехать назад короче разберутся там пацаны ну и последнее друзья что я хотел сегодня сделать это разобраться с нашими складами первой серии мы купили товарные склады или во второй или в конце прошлого сезона я честно говоря уже запутался но это неважно и до сих пор их не используем тут есть много складов много всего можно уместить но все заначки друзья мы с вами держали на теплицах и тут много чего есть чего надо отвести на эти самые товарные склады потому что ну на теплица когда вот мы открываем северно-тепличный комплекс и мы видим что здесь крупа лежит перловая и кукурузная и клубника и сахар но у клубника ладно но в общем то вот это вот все это не очень хорошо не знаю мне так глаза режет поэтому сейчас с помощью вот этой вот сцепочки замечательный контейнера на 30 кубов зарядим автогруз и все будет прекрасно работать начнем друзья с восточного тепличного комплекса тут у нас ржаная фасованная мука пшеничная фасованная мука томаты баклажаны и огурцы соответственно за бубенем автогруз главное найти нужный контейнер и значится задание у нас загрузить из склада баклажаны дважды на стк да 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 загрузить из склада мука пшеничная фасованная тоже дважды мука ржаная фасованная тоже дважды я не не те теплицы выбираю да 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 я понял в т.к все меняем все обратно здесь теперь в т.к везде также нам загрузить из склада нужно томатики с в т.к тоже дважды и огурцы с того же самого т.к и тоже дважды во пять заданий у нас появилось с в т.к загрузить можно в принципе сразу же забубенить задание на северный тепличный комплекс но отправим его сначала на южный с северного мы грузим сахар перловую и кукурузную крупу и клубнику загружаем сначала сахар северных тепличек тоже дважды все дважды у нас загружаем крупу кукурузную северных тепличек дважды крупу перловую северных тепличек тоже дважды вот так вот и что там еще было клубника да клубника северных тепличек тоже дважды во так с итогу у нас пять заданий с втк и со стыка в принципе можно на северной теплицы кстати сначала отправить смотрите чё мы делаем 8 раз тебе нужно съездить на теплички на северная до стыка склад загрузка и выгрузка будет на склад 1 выгрузка это на товарных складах там еще автодрайв полностью не доделан как-нибудь потом на досуге до делу пока что этого тоже хватит ставим загружать мебель потому что ну пофигу вообще ну и отправляем его работать это в общем-то ему надолго потом ему с других теплистам еще тоже до хрена раз придется покататься в общем-то пускай работает у нас сейчас девять единиц техники в работе или сколько 8 до 8 единиц я это трогать пока что не хочу не буду но друзья у нас уже скоро завершится вот это вот уборка поля тоже понты совсем осталось и тогда я начну посев и все это друзья я уже начну наверное за кадром потому что тут как раз от фору отпустили начнем с этого поля семена мы привезли тут короче будут кататься будут возить они я еще хотел тюки продать как у вас тут дела оман почти заполнился ман почти заполнился хорошо вот этого товарища я решил сюда пригнать на сбор тюков только что-то мне кажется что сейчас салон получилось больше чем было прошлый раз хотя не знаю может может мне просто кажется знаете я друзья подумал о том что все-таки мы следующий раз стеки будем продавать на следующий раз будет большая 5 массовые распродажи потому что мы мука и степлист много чего и сахар я еще плаву продать планирую сколько там будет у нас крупы что и короче много чего будет будем продавать поэтому пускай все это дело сейчас пока что собирается снабжение брус но твою ж мать но почему какого хрена древесина опять снабжение и объем за день 51 куб не друзья мы это тупо не потянем поэтому я это брать даже и не буду восемь дней не потянем не не смогу я выполнить это ладно этом кстати еще срочно груз выпадал на подсолнечники я тоже от него отказался по понятным причинам в общем то разберемся друзья на этом я тогда с вами попрощаюсь если хотите смотреть серии заранее там скорее всего сезон уже до конца отснят а может быть и 4 начался короче без понятий можете оформить спонсорку дешевенькую тем кто уже это сделал вам огроменное спасибо вы вообще красавчики те кто впервые к на канале или просто еще почему-то не знаю по каким-то неведомым причинам не подписался то ребята давайте-ка это самая подписочка лайк колокольчик комментарий короче все прекрасно знаете тем огромное спасибо за просмотр с вами был никита дела и всем пока